Ребята, всем привет, я Ксюша. Прежде чем начать это видео, хочу поблагодарить всех моих ребят, которые написали мне подобные приятные слова. Я вас очень сильно люблю, обожаю и вообще, знаете, вы лучшие, ну реально. Еще отдельное спасибо хочу сказать моим фан-аккаунтам, которые ведут такие классные профили. Я думаю, многие скучали по моим видео, которые не связаны с распаковками, потому что, ну, будем честны, на моем канале большинство роликов это распаковки с Шиин, с Алиэкспресс или с Вэлборис. Поэтому немножечко разнообразить формат нужно, поэтому вот так вот сегодня. Несмотря на то, что сейчас в ТикТок в России не работает, ну как, ну 50 на 50, то есть ролик туда выкладывать нельзя, но видео-то смотреть можно, это самое главное. И недавно в рекомендациях мне попался интересный ролик, где девочка делает бента торт, но он необычный, он пп, во-первых, делается в микроволновке. Для меня на самом деле это важно, потому что вы знаете, насколько я ненавижу мыть посуду и вообще марать руки. Делается это все достаточно легко, ну, по крайней мере, потому как она показывает это. Давайте сейчас вместе с вами его посмотрим и дальше приступим уже, ну, решим, короче, что мы там будем делать. Давай готовить. С белым бананом разминаем вилочкой, добавляем одно яйцо, какао, овсяную муку, разрыхлитель и сахар или любой другой посластитель. Переливаем форму диаметром 10 см и в микроволновку на 3-4 минуты. Готовому флексу даем остыть и разрезаем на 3 коржа. Далее приготовим крем. При этом смешаем мягкий творог, ореховую пасту, какао и сахар. И приступаем к сборке тортика, как обычно, чередуем корж-крем, корж-крем. Для крема я смешала 30 г творожного сыра, 10 г мягкого творога и добавила пищевой краситель. Получается вот такой легкий приготовлений бента тортик. В принципе, выглядит достаточно просто. Все продукты заранее я, естественно, записала. Оставлю их вам в описании ролика, чтобы вам было легче, как бы, да, громовки, там, чтобы пойти в магазин, купить все сразу вот так вот. Теперь мне осталось переодеться и перейти на кухню. Круто еще, что все ингредиенты направлены на то, чтобы торт был не особо калорийный. Ну, диетический, грубо говоря, как она, в принципе, и сказала. Это нам подходит, на самом деле, скоро лето, самое то. Вообще не бывает вредных продуктов, и я думаю, вы об этом знаете. Погнали, любимки. Вот мы и на кухне, сейчас нужно приготовить ингредиенты. Да, кстати, я не одна сегодня, я с Аришкой. Аришка. Привет. Вот многие просто писали, что ее не хватает, и я с вами, ребят, согласна, потому что, ну, как-то одно немножко скучно, а с Аришкой, ну, может быть, немного повеселее будет. Нет. Сейчас мы достаем ингредиенты, которые надо будет, и расставим их здесь. Та-ру-там-дам-дам-дам. Девчонки любят море, пресс, пресс, пресс. Когда посмотрят на меня, сголодели и штресс. Вот, в принципе, и все. Представляете, это единственное, что нам нужно. И причем громовки у этого тортика... Громовки у этого тортика достаточно небольшие. Там прям буквально по ложке добавляешь, и получается, ну, прям две порции, наверное, примерно, она нам не сказала. Но на один море эти тортик точно должно хватиться. И самое классное, что эти тортик готовятся без духовки. Первое, что нам нужно сделать, это коржи. Для этого нам понадобится мисочка. И банан. И еще вот такая вот вилка. Давай, Аришка. Сначала мы открываем банан. Проверите свои способности. Без этой информации вы мне не смогли жить. Желательно предварительно вот на такие кусочки его порезать, естественно. Да, порвать. Чтобы легче было мять. Давай блендером? Чтоб кусочков не было в... Давай разомнуть в блендере. Осталось только ждать. Желательно брать спелый банан. У нас такие, они достаточно молодые. Твердые. Даже у нее в тесте, в коржиках, видели? Комочки там были, прям вот эти вот. Возможно, так и надо, но... Или так надо? Я не знаю. Пожалуйста, развели меня болгаркой. Давай. Я только тарелку из гвазбеля. Все реклама, это все в блендере. В... Сюда. На самом деле, я однажды хотела сделать пюре. И не хотела там комочки. Все это в блендере перемешала. В итоге, это просто получилась у меня манная каша какая-то. Это просто ужасно. Не пробуйте переделать. Нормай. Ой. У Ксюши очень удобная планировка на вкус. И поэтому... Ладно, нет, здесь на самом деле просто лампа подключена. Давай, Элюшка, заряди. В итоге-то нам пригодится только один миксер, для того, чтобы в нем все это делать. Если у вас нет миксера, то можете запилку. Открываем. Добавляем туда одно яйцо. Тоже перемешиваем. А, ладно, давай миксер. Дальше мы добавляем столовую ложку као... Као. Као-као. У меня вот такое, по-любому, вы все видели. Оно самое дешевое, но самое обычное. Как раз без сахара то, что нам нужно. Потому что... Помню, что мы поподелаем торт. В общем, тут, походу, я готовлю. Мне тоже она начинает тарелиться. А Крюшка будет мигпосуду. Засыпаем одну ложку... С горкой. Ну все, это будет горка уже. Вот такая вот. Опять перемешиваем? Да, все перемешиваем. Очень вкусно, по-любому. Да, ну какао вкусно так. Ну какао с бананом очень вкусно. Хотели, все нормально? Все нормально? Мы просто хотели добавить туда немного молока, потому что вот это чуть не смешивать. Задавай прям чуть-чуть-чуть. Ну ладно. Не чуть-чуть. Хватит, да хватит. Чтоб лучше мешалось. Дальше, если не сарахисовую пасту... Не разогретьте. Муку. А, муку. Огрызаем. У меня не овсяная мука, потому что я такой не нашла. А сколько надо? Ложку. Ладно. Там всего по ложке, поэтому какое запомнить. Нет, я не знаю. Все. Тоже мешаем. А разрыхлитель? А, ну и разрыхлитель давай сразу. Ну, пол ложки, наверное, одну вторую там. Ну, стоп. В общем, мы еще забыли добавить лоску сахара. Давайте это сделаем прямо сейчас. Хоть что-нибудь здесь я сделаю, видите меня? О, как хорошо смешалось. Да, даже слишком. Если что, можете добавлять просто зависть от сахара. Думаю, зависть уже будет. Так, у нас получилась такая жижа. Все пока поближе. Вот такая вот. Красиво. Как будто это райсвепаст. Мы берем такую формочку. В принципе, ролики. Ну, это обычный контейнер. И смазываем его сливочным маслом, чтобы вот это вот наше тесто, оно не прилипло к стенкам. Я возьму сливочное масло. А эта штучка не расплавится в микроволновке? Нет, не расплавится. Ну ладно. Наверное. Ну ладно, что за 4 минуты случится? Короче, дариже горячий стакан. Да на комнатной температуре уже. Ну ладно. Везло их как бы сегодня. Нам прям маленький кусочек нужен. Прям столичка, наверное. Ну ладно. И возьмем. Вот так на вилочку. Вот так вот. Ну, руками было бы получше. Возможно, я руками сейчас сделала. Ну, дальше этого уровня она точно не поднимется. Вау, очень красиво. Да, реально. Дальше что мы делаем? Ищем поблизости микроволновку. Открываем. Засовываем туда это чудо. Это? Нет. Вот это. Ставим примерно на 3-4 минуты. Я поставлю на 3,5. И ждем. Сразу, Аришка, расскажи правила. В общем, сразу мы его не достаем, чтобы там пропеклось. Я не знаю, ты мне сказала. В смысле, мы сразу не достаем то, что здесь согрелось, чтобы он не осел. Этот пирог, тортик. Ну, по крайней мере, мне так в комментариях писали. Так что я вас слушаю. Я читаю ваши комментарии. И поэтому ждем примерно минут 5. Вот, в принципе, я показываю еще чуть поближе. Вроде бы норм. Горячий капец. Ну, ладно, давайте мы его вынем. Пара все еще исходит с него, если вы угинете. Лайффак, кстати, для вас. Давайте, чтобы отрезать 3 ровных коржика, Сделаем мы это, естественно, с очень большим трудом. Мы возьмем зубные щетки. Можно брать... Можно вот так, наверное, брать. Давай, это коржик. А, ну да. Мне кажется, они не ослаблены. Пахнет гречкой. Да, пахнет очень сильно. Пахнет гречкой. Давайте посмотрим наш первый коржик. Он получился очень тонким. Ну, в принципе, это не проблема. Гляньте, ровненький, такой красивый. У нас, походу, получится больше коржей, потому что мы тонких будем делать. Ну, в принципе, это не принципиально. Давай, Аришка, у тебя все получится. Опачки. Вот, смотрите, да. Такие три красавчика. У нас вышли. И приступим к приготовлению крема. Для этого нам понадобится мягкий творог. У меня вот такие вот. Я самокаты заказывала. В принципе, можно любые. Поняли? Это не такой вот зерновой творог, а больше похожее на творожную массу. Затем арахисовая паста. Можно любую, на самом деле. Даже вот этот состав, я не знаю, хороший или нехороший. Просто я взяла, который попалось. Потом то же самое. Какао, сахар и крем-чиз. Мы решили модернизировать рецепт и добавить в крем еще крем-чиз. Потому что так вкуснее, я думаю. Так, я думаю, вообще будет поплотнее консистенция этого тортика. Первый творог. Алин, я сказала одну ложку. Дальше мы берем арахис. Тоже одна ложка всего лишь была, господи. Ну, давай все по уже этим нормальным. Ну, ладно. Хватит. Теперь добавляем какао. Все, пойдет. И сахар. Тоже ложку. Мы попробовали этот крем. И по крем-чизу отмена. Не нужно. Да. По крайней мере, вот в этом креме. И так вкусно. Для подставки под тортик. Мы используем крышку. Да, ничего же? Да-да. Не надо их ничем пропитывать. Кстати, не надо, мне кажется. Они такие мягкие получились. Очень мягкие. Все, хватит? Да. Следующий курс. Ну, все, думаю, вот так. Такой маленький получится торт. Боже, хоть раз у нас получился бензоток. Вот это идеальная спричка для того, чтобы готовить бензоток. Правильно? Да. И покрываем сверху. Блин, давайте, чтобы... Глянь, он капает. Эта штука была более устойчивой. Мы все-таки добавим сюда крем-чиз. Сколько крем-чиза? В принципе, столько творожного с сыгреном должно хватить. И перемешиваем. Думаю, все. Посмотрите, какая густая масса, в отличие от той. То есть она прям держит форму свою. Так что я советую покрывать тортик, который представляет девушка в Тик-Токе, вот именно таким способом. А не то он будет разваливаться на ходу. Вот, допустим, видите, все. Я его под холодильник поставила. Минуты на три, да? И вот просто все вытекло. Смотрите, этот корж буквально за мной просто ездит. Хладильник. Ну а для оформления этого тортика, я думаю, очень хорошо подойдет вишня. Немного. Намного не надо. На столечку. Добавим сахара. Арина, добавь сахара. Сколько? Одну чайную ложку. Столовую. Черт. И добавляем... Ой. Примерно одну столовую ложку творожного сыра. Камеру даже не передаю. Тут тоже сколько-то качество. Воспользуемся вот таким вот мини-пакетом. Нам нужно совсем немножко, я думаю. Отрезаем здесь кончик. Он же твердый. О, смотри, на замороженный торт лучше клеится. Это он такой некрасивенький был. Я решила нарисовать сердечки по всему периметру тортика. Таким вот образом. Может, не надо? Представляю ваш... Ваш наш. Наш не очень тортик. Ну, да. На вид прям очень плохо. Это как будто колбасу обрезали вот так вот обрезочки. Но... Странно, короче. Ну, вы поняли, что я хотела сделать. Просто если бы у меня были здесь кондитерские мешки нормальные, или если бы я просто нормальный мешочек обрезала, было бы норм. Но... Это, кстати, из вишни. Мы сейчас попробуем, насколько вишня сочетается с рачесовой пастой. В идеале, конечно же, нужно дать тортику постоять в холодильнике, чтобы всё закрепло, скрепло, да? Взялось, в общем, между собой. Ну, на мне. Давайте мы сейчас его попробуем, да? Режется очень хорошо. Он как будто, я не знаю, шоколадо. А, ну и... Из какой манта? Посмотри на него. Давай аккуратно. Получая? Я не вижу просто. Интересно. Ладно, давайте первая, на. Так, вкусно? Сухо? Нет, не сухо. Вкусно очень. Да нет, господи, ничего не поняла. Ну, я не знаю, на что похоже даже. Чего не молчишь? Чего не молчишь? В нём достаточно сахара, достаточно тобой, достаточно... В общем, всё так сбалансированное и нейтральное. Что очень вкусно. Как пастельный цвет. Очень вкусно. Прям ничего лишнего. Да, вот, да. Ничего не надо добавлять. Если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте пальчик вверх, подпишитесь на мой YouTube-канал, на мой Telegram, допустим, не знаю, и на другие соцсети по возможности. Всех очень сильно люблю. Олежка. Всем пока. Надеюсь, таких видео, кстати, с тортскими будет больше. Напишите его, если не нравится. Пока.